Кроме самой войны нет ничего более важного, чем энергетическая независимость Украины. Украину Бог наградил ресурсами и углём, и построили ядерную индустрию, да, и есть и нефть, и газ. И убивать домашнее производство, внутреннее производство, особенно газа, облагать этот сектор гораздо более высокими налогами, чем сейчас, когда на конференции Института Адама Смитта, на которой я выступал, как раз по вопросу энергетического баланса Украины. И я этим занимаюсь много-много лет, и я занимался и Казахстаном, и Азербайджаном, и Украиной, и Россией, и так далее. Это нонсенс, когда страна воюет и будет платить. Ну, вы можете себе представить, что Советский Союз, когда воевал с Германией, продолжал бы покупать в Германии сталь, или моторы, или ещё что-то. Это полный нонсенс. И те деньги, которые сейчас будут уходить Газпрому за газ, или уходить ещё кому-то за уголь, они либо могут идти в ту же там Южную Африку, Америку, Австралию за уголь, потому что там конкурентоспособный уголь, они могут идти за газ, привозить сжиженный газ в Европу, и прокачивать его через интерконнектор в Украину, или ещё куда-то. Ариэль, так какие у нас выходы? Мы за несколько дней другие источники не найдём. Гейрэморгазовый год, ребята, было 23 года, когда это всё нужно было готовить. Я чувствую себя попугаемым. Нужно было, но не сделано. Я 20 лет на конференциях говорю, что Украина должна выстраивать энергетическую независимость, потому что это энергетическая безопасность.